С новым составом команды СКА «Нефтяник» встретился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Через несколько дней у спортсменов начнутся тренировки, а через два месяца – хоккейный сезон. На встрече говорили о задачах, которые стоят перед клубом. Подробнее об этом расскажет Ульяна Крамаренко. Обновленным составом команда СКА «Нефтяник» собирается впервые. Сейчас игроки и тренерский штаб находятся в Хабаровске. Но уже на следующей неделе спортсмены отправятся во Владивосток на тренировочные сборы. Сегодня встреча знакомства с губернатором. Состав обновлен больше, чем наполовину. После завершения предыдущего сезона на четвертом месте в команде сменили главного тренера. В новом сезоне вести СКА «Нефтяник» будет Михаил Пашкин, бывший тренер «Казанского Динамо». Первое решение нового главного – смена капитана команды. Вместо Василия Грановского им стал Юрий Шердаков. Новая команда, новая модель и новый капитан. Это было полностью мое решение. Тут ничего странного нет. Новый сезон для клуба – юбилейный. Команда примет участие в чемпионате в 75-й раз. Поэтому от хоккеистов ждут самых высоких результатов. Перед спортсменами и руководством клуба стоит задача – повторить успех команды 2017 года и вновь завоевать сразу три титула. Кубок России, Суперкубок и золото первенства национального чемпионата. Год у нас юбилейный, 75 лет. Знаю, что план готов, мероприятие. Уверен, все проведете хорошо. Если с моей стороны понадобится помощь, Александр Александрович, вы знаете, что делать. Поможем. Окончательный состав команды будет утвержден до конца июля. А уже в середине августа у спортсменов начнется сезон. Как обычно, с Кубка России. С финансами у клуба все хорошо. Это касается и состава команды, и администрации команды, и, конечно, работы с болельщиками. Важная составляющая, что пандемия отступает. И нам вновь надо наполнить трибуны. Наполнить трибуны в арене «Ерофей» смогут не только болельщики СКА «Нефтяника». В этом году Хабаровск вновь станет столицей хоккея с мячом. С 14 по 19 сентября на льду арены «Ерофей» пройдет второй этап Кубка России. Ульяна Крамаренко, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». Продолжение следует...